Синицын Данил, мастер спорт международного класса из Челябинска и Семеряков Данила, мастер спорт международного класса Саратов. Синицын Данил тренируется под руководством Соловьева Анатолия Сергеевича, а Данилов Семеряков тренер его отец Михаил Владимирович Семеряков. На это, так сказать, их и личные тренеры, а сейчас они тренируются в группе вместе с Виктором Севковым и Сергеем Васильевым. Это та группа, где тренируется Анна Юракова, которая выиграла дистанцию 3 километра вчера. Юракова, Скокова, Зуева. Да, совершенно верно. Дело в том, что Данил Синицын вчера очень хорошо пробежал дистанцию 1,5 километра, а если учесть, что он хороший стаер, вот он как раз по сумме двух дистанций может попасть в двойку сильнейших, которые затем побежат в чемпионат Европы. Дело в том, что Данил Семеряков не бежал полуторку, он чистый стаер, и шансов по двум дистанциям попасть, так сказать, на Европу уже нет. Но, тем не менее, Данила Семеряков – это тоже стаер, это открытие нашего конкобежного спорта. Несмотря на то, что в группе, которая проходит централизованную подготовку под руководством Константина Полтовца, стаеров нет, они готовятся, так сказать, вне этой команды. Вы как раз в группе, в которой возглавляет Виктор Севков, он работает вместе с Сергеем Васильевым. Вот из этой группы как раз Данила Семеряков. Он уже дважды в этом сезоне пробежал результат на 5 километров по 7,25-7,26. К сожалению, неудачно выступил на Кубке мира последнем, потому что приболел, отравился, еле-еле добежал. И вот, не знаю, он отошел после этого отравления до конца или нет, но очень способный стаер, очень способный. Ну и Даниил Синицын, вы знаете, тренировался около трех лет под руководством итальянского специалиста Маурицо Маркетто. Показывал высокие результаты. Ну вот, надеюсь, сейчас как раз между этими двумя спортсменами и будет понятно, кто может показать лучшие временные дистанции 5 километров. Вот они и еще следующая пара. Такой интересный вопрос. Получается, что группа Севкова-Васильева является альтернативой сборной команды? Абсолютно верно. Это надо поддерживать, потому что только конкуренция создает движение вперед. Если все будет у одного тренера, не дай бог он ошибется, значит мы теряем всю команду российскую. А когда их несколько, это очень хорошо. Очень хорошо. И, конечно, условия, в которых работают вот эти альтернативные команды, она, конечно, похуже, чем централизованные подготовки, где работает основная. Но по этому принципу работают голландские специалисты. Да, совершенно верно. Дело в том, что в Голландии нет сборной команды России, как у нас представлено. Сборная команда России под руководством одного тренера. Там где-то 5-6 команд, которые работают со своими тренерами. Содержат их обычно банки какие-то. Они представляют какие-то организации, которые спонсируют. Коммерческие. Коммерческие, да. И только на чемпионате национальном отбирается сборная команда Голландии, которая выезжает на Кубки мира, чемпионаты мира и так далее. Этому принципу нам пора придерживаться. То же самое. Надо создать 2-3 группы, где будут работать разные тренеры с разными методиками. Вот если бегут здорово в альтернативной группе, значит, у них методика хорошая. Значит, есть такие спортсмены. И есть такие тренеры. Вот это обязательно надо сделать. Но только бы препятствий не создавалось этим командам. Конечно. Вот посмотрите, как здорово бегут эти 2 спортсмена. Они бегут практически на одинаковой скорости. Да, и они сейчас более чем 5 секунд уже происходят. А скорость довольно высокая, да. График бега Сергея Трофимова. То есть вполне реально, что они покажут результат быстрее 6-ти 30-ти. Да, вот хорошо бы, если из 30-ти это будет очень высокий результат. Но все решили, что это последние 4 круга. Даже 3 сейчас останется круга. Но Семеряков отличался тем, что он последние 2 круга очень неплохо бежит по скорости. Посмотрим. Ну и Денис Синицын. Да, вот. Ну Синицын постарше Семерякова, наверное, лет на 5-6. Когда они начали первые круги по 30 секунд, так и сейчас. Вот начинает добавлять скорость. А разница в возрасте у них 4 года. 4 года, да. Да, 26 Синицыну и 22 Семерякову. Достаточно юный возраст для старого Семерякова. Вот посмотрите, Семеряков начинает уходить. Вот какой рывок сделал парень. Очень здорово бежит. Вот смотрите, какая скорость. Ну вот, да. 30, представляете? Семеряков прибавил. Скорость не прибавляет Семеряков. 30. Еще осталось 3 круга. Скорость 30. Блестяще. Вот он уже переход выиграл. Прекрасный, одаренный стайр, которого почему-то не хочет главный тренер видеть в сборной команде. 500 метров до финиша остается. Непонятно, почему он не в сборной команде. Почему у нас нет ни одного стайра в сборной команде под руководством полтовца? Трудно понять. Вот, Борис Михайлович, действительно. 29,8. Может руководство. Это скорости Крамера. Союз конкурсов обратит внимание на то, что о создании таких групп. Ну, там зависит от одного человека, от президента. Он практически выполняет, так сказать, волю главного тренера. Полтовца. Борис Михайлович, а вы не знаете, почему на соревнованиях не присутствует президент? Ну... Итак, Данила Сибиряков показывает результат. Блестящий результат. 6,24,77. Блестящий результат. Блестящий. И результат Синицына 6,28,63. Данила Сибирякова 6,24,77.